что такое статическое тестирование какая разница между статическим и динамическим тестированием какие техники статического тестирования бывают давайте сегодня с этим вместе разберемся меня зовут игорь и вот снова на канале келакс поехали и сегодняшняя тема двадцатого урока тестирование документации а именно речь пойдет про статическое тестирование также мы разберем основную разницу между статическим и динамическим тестированием узнаем какие же виды техник статического тестирования бывают и обсудим зачем они в целом нужны тестировщику и так статическое и динамическое тестирование что же это если говорить коротко то статическое тестирование это все что связано с тестированием документации на проекте в случае с динамическим тестированием это тестирование программного продукта после запуска программного кода то есть можно разграничить что сначала идет всегда статическое тестирование мы проверяем документацию до того момента когда она будет взята в работу технической командой и будет написан программный код и динамическое тестирование Это проверка функционала программного продукта после запуска программного кода. Ну а теперь давайте углубимся более детально в статическое тестирование. Что же это такое? Это процесс, который направлен на анализ документации, требований и кода на проекте. То есть статическое тестирование используется для проверки любого документа, артефакта во время разработки. Как я уже сказал, проверяются любые виды требований, документации и программный код на проекте. Поэтому сюда можно отнести бизнес-требования, пользовательские требования, системные и функциональные требования, архитектурные и проектные требования или техническая документация в целом, тестовая документация, программный код, инструкции, графики, бюджеты, диаграммы и так далее. То есть статическое тестирование проверяет все виды требований и документов, которые могут содержать потенциальные ошибки и могут влиять на дальнейшую разработку программного обеспечения. А теперь давайте разберем, какие же техники статического тестирования бывают. Первое – это неформальная проверка, второе – прохождение, третье – техническая проверка, четвертое – формальная проверка и пятое – статический анализ. Давайте теперь разберем, какие же роли бывают в рамках этих проверок или ревью. Итак, существует всего три основные роли. Это автор требований, далее – участники. Это могут быть любые участники, которые помогают автору найти ошибки в документе и улучшить его. И третье – это модератор, который может управлять процессом в целом. Ну а теперь давайте начнем с первого – неформальная проверка. Это самый популярный и быстрый и дешевый способ проверки, обсуждения, рецензирования требований. Чаще всего выполняется на ранних стадиях появления требований. Для такого типа проверки по ролям нужен автор и как минимум один участник, который будет проверять документ. К такой встрече подготовка не требуется. Формат процесса чаще всего неформальный и не документируется. Но и цель такой встречи, конечно же, помочь автору улучшить качество требований и найти ошибки на ранней стадии. Следующее – прохождение. Это тип проверки, который проводится автором документа. Роли, которые нужны – это автор и участники, которые будут проверять документ. Подготовка к встрече опциональна и зависит от контекста. Формат процесса может быть как неформальным, так и формальным. Документирование процесса опционально, зависит от потребностей конкретного проекта. Ну и цель – уже ознакомиться с документом и помочь автору найти ошибки. То есть во время такой встречи чаще всего автор проходится, зачитывает каждое требование и обсуждает с участниками. Следующее – техническое ревью. Из названия можно уже понять, что это тип проверки, который проводится в первую очередь модератором встречи. Он же определяет состав участников вместе с автором и обязательно вовлекаются технические специалисты. То есть роли, которые принимают участие – это модератор, автор и участники тех специалистов, и в том числе может быть менеджмент. Далее – предварительная подготовка к такой встрече уже обязательно. Формат процесса чаще всего формальный, чем неформальный. То есть во время такого обсуждения должно быть обязательное документирование ошибок и изменений. И цель, конечно же, это обсудить технические проблемы и вопросы, принять необходимые решения и найти ошибки и доработать требования или техническое решение. Следующее – это формальное ревью. Это последний тип проверки, который касается требований, который проводится модератором и состоит из своих определенных шести этапов, о которых поговорим немножко позже. Роли такие же, как и в техническом ревью – модератор, автор и участники. Также эта встреча требует обязательной предварительной подготовки. Формат процесса исключительно формальный, с документированием всех найденных ошибок и изменений в требованиях. Цель неизменно – это обсуждение технических проблем и ответы на все вопросы с принятием решений, нахождение ошибок и доработки требований. Давайте более детально посмотрим, из каких шести этапов состоит формальное ревью. Первое – это планирование. То есть мы планируем, что мы будем выносить на обсуждение, какие требования, в каком объеме, какие участники нам понадобятся. И модератор вместе с автором документа определяет такой состав и расписание каждого последующего этапа. Далее назначается первая встреча, короткая, ее называют еще кик-офф митинг, на котором коротко обсуждается главная цель и последующие этапы формального ревью. То есть на этой встрече участники будут уведомлены, что их привлекает к процессу пересмотра требований. У них будет определенное время для того, чтобы составить список вопросов и замечаний и прийти на основную встречу, где будет уже более детальное обсуждение всех найденных замечаний. Далее наступает подготовка, то есть каждый участник уходит на персональную подготовку и работает с требованиями, то есть делает пересмотр требований. Далее наступает вторая встреча, он же ревью-митинг, на котором и происходит основное обсуждение требований, найденных ошибок, отвечает на все поставленные вопросы. Если нужно, автор записывает вопросы, на которые не может ответить в данный момент и после такой встречи будет пытаться найти ответы и решения поднятых вопросов. Собственно, после такой встречи наступает стадия исправления документа. То есть на этой стадии автор пытается ответить на все вопросы, найти решение, доуточнить требования у заказчика, если необходимо, и подготовить финальную версию требований. И последнее это пересмотр исправлений follow-up. Это может быть просто рассылка финальной версии документов с указанием того, что было внесено по правкам, что не было внесено и по каким причинам, какие вопросы остались открытыми. Также это может быть в виде встречи, на которой еще раз весь состав участников соберется и обсудит, что же было проработано по требованиям, а что нет и по каким причинам. И последним в списке статических техник тестирования это статический анализ. Эта техника уже направлена на поиск ошибок в программном коде без запуска программного кода. Такой статический анализ чаще всего проводит автор кода, то есть сам разработчик. Формат такого процесса ручной или автоматический, то есть делается это либо вручную визуально, либо же с помощью автоматических средств, которые помогают как минимум устранить банальные ошибки синтаксиса программного кода или выявить другие уязвимые места в программном коде. И основная цель это конечно же выявить ошибки и потенциальные дефекты, но уже в программном коде и на ранней стадии, для того чтобы часть этих дефектов предотвратить на стадии тестирования. Очень старался собрать полезную информацию для вас. Если было интересно, поддержите, подпишитесь на канал и поставьте лайк, для того чтобы оставаться с нами на связи. А я подготовлю еще больше полезных и интересных видео. И мы с вами увидимся в следующем выпуске.